Маска Маска Маска-оберег из Индии, изображающая злого и проказливого духа, пополнила коллекцию совсем недавно. Ещё пять лет назад она висела в качестве оберега на стене дома в обычной индийской деревне. Маска не всегда одевалась на лицо, порой она нашивалась на костюм, носилась на руках, была в полный рост человека. А мексиканские индейцы носили маски в виде клюва птицы в качестве головного убора. Такая маска использовалась во время ритуала вызова дождя. Вот именно с Новым годом маска совместилась уже в 30-е годы 20-го века, когда началось широкое празднование Нового года с кремлёвской ёлкой. Изготовились очень хорошие качественные маски в то время, работали выдающиеся очень скульпторы над ними. Это была очень непростая работа. Для новогодней маски сначала делали макет из папи-маши, другими словами, из газетной бумаги. Потом макет заливали гипсом, провязали отверстия для носа и рта, окрашивали. Маски были недолговечные, но работа над ними велась тщательная. Даже когда новогодние маски пустили на поток в 60-е годы, их по-прежнему раскрашивали вручную. Такие маски из фондов Ленинского мемориала тоже представлены на выставке. Если раньше маски отличались формой, цветом, целевым назначением, то в современном мире, к сожалению, она единая для всех. Пандемия заставила всех одеть медицинскую маску. Это тоже отражено на выставке, как напоминание о необходимости её использовать. Ирина Антонова, Владимир Куликов, Новости Уллправда ТВ.